Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где всё сверхъестественное естественно. Что Бог сказал моей гости, которая 9 лет, жила 6-килограммовой опухолью? Я бросаю тебе вызов сделать это, и тогда ты исцелишься. А вы хотите узнать, что это за вызов такой? Тогда смотрите. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провёл более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Сегодня с нами Эми Фродигер. Я узнал о ней, когда брал интервью у её отца Гарри Киси. Эми, у вас хорошее воспитание. Но однажды что-то случилось с вами, нечто, о чём вы поведаете нам чуть позже. Вы уверовали в 5 лет. Я поверил в Бога, когда мне было 30. Вы исполнились духом 8 лет. Вы начали молиться за больных. Расскажите мне о человеке, который однажды исцелился. Когда мне было 8 лет, я наполнилась духом. Служители попросили детей молиться за больных. Я молилась за женщину, которая вышла к алтарю. Она исцелилась после моей молитвы. Она плакала и говорила о том, как Христос коснулся её. На меня это произвело огромное впечатление. А мои родители, они пасторы. И я изучала слово с самого своего детства. Я запомнила этот случай на всю жизнь. У вас были видения с юности, даже с детства. Да, в молодёжном лагере Бог призвал меня служить. Я ощутила Божью славу. У меня было видение. Голубой туман спустился из тронного зала Бога. Бог призвал меня вести хор. Я увидела духовное пробуждение. Через это Господь хотел влиять на наш мир. Вы сказали, что ваша судьба была предопределена. Бог приготовил служение для вас. Какое это служение? Вам было 18, и всё изменилось? Вы правы. С ранних лет я сравнивала себя с другими. У меня было чувство неуверенности, как и у других. Я вспоминаю сейчас о том, что когда мне было 13 лет, у меня начала сильно болеть спина. У меня болели мышцы. Мой живот стал твёрдым. Я чувствовала это. Вначале я старалась не замечать эти изменения. Прошло два года. Я сказала родителям о сложностях со здоровьем. У меня страшно болел желудок. Как мне тогда показалось, у меня начались инфекции органов, без видимых на это причин. Это было страшно. После этого болезни прогрессировали ещё несколько следующих лет. Вы были у врача. Мама сказала, надо победить болезнь. Она привела меня к врачу, а потом к другому. Первый врач сказал, у вас есть изгиб в позвоночнике. Вам придётся жить с этим. Вы будете терпеть боль всегда. Я подумала, это как смертельный приговор. Придётся так жить всегда. Это был шок. Да, закрутилась медицинская карусель. Местные врачи начали проверять меня. Но эти доктора так и не могли поставить мне точный диагноз. И я оказалась в совершенно безнадёжном положении. Я считала, что я буду болеть всегда. Это была телесная болезнь? Да. И дело дошло до того, что у вас образовалась опухоль весом в 6 килограммов. Да. Однажды я пришла к новому врачу. Он отправил меня сделать рентген. В желудке появилась опухоль. Из-за неё страдали органы и возникали проблемы. Увидев это, я поняла. Часть болезней были физическими. Кроме этого, на протяжении этих 9 лет я сражалась с духом, внушившим мне ненависть к себе. Он был хуже болезней. Да, такие духи, они хуже, чем любые болезни. Бесы мучили меня, внушали мне, что я неудачница и недостойная. С детства я сравнивала себя с другими. В самый тёмный час моей души я посмотрела в зеркало и сказала, «Я ненавижу тебя! Я ненавидела свою внешность! Почему я такая страшная? И моё тело не такое, как у других людей!» Вы знаете, ненависть к самой к себе изматывала меня. Мне кажется, что это было частью причины возникновения тех болезней в моём теле. Я перестала верить в будущее. Я видела себя не тем человеком, каким сотворил меня Господь. И когда я выступала перед людьми, мне было страшно. Эти издевательства и духовная слабость атаковали моё восприятие себя. Враг сильно атаковал моё восприятие себя. Я не знала, что делать. Теперь, пожалуйста, объясните телезрителям причину разлада ваших мыслей и вашей веры в сердце. Сид, я видела исцеление на богослужении. Бог исцелил паралитика за секунду. Я видела много чудес, но стояло препятствие. Я знала, что исцеление есть, но сама я болела. Я знала, что имею право на исцеление, но не знала, что мне делать, чтобы получить это исцеление, которое мне обещал Бог. Итак, это продолжалось целых девять лет. Вы ходили ко врачам, но не находили ответа. Но вы увидели ответ. Бог исцелил вас. Да, Джейсон и я состояли в браке один год. Я пришла к врачу, и она показала мне снимок с опухолью и изгиб в позвоночнике. Она известила меня об этом. В тот день я забрала снимок домой. В тот день я лежала ничком перед Господом. Душевная боль о том, что изменений не будет, была сильнее боли, которые приходят во время духовных перемен. Я сказала, «Бог, измени меня! Покажи мне, что делать! Я хочу получить исцеление!» И в этот момент он заговорил с моим сердцем. Господь бросил мне вызов сделать кое-что. Он побудил меня стоять на Его слове один месяц. Бог внушил мне перестать слушать другие голоса. «Не слушай новости и соцсети! Смотри на Писание и слушай только меня!» И я согласилась принять этот вызов. Мне хотелось иметь детей. Вы страдали 9 лет. Вы посвятили месяц Богу. Вы правы. Точно и так. Я позволяла бесам и болезни мучить меня. Я знала, что надо все поменять. Бог бросил вызов. Читай Библию и говори стихи из нее вслух целый месяц. Я скопировала 30 стихов об исцелении. Я произносила эти стихи вслух каждый день. Я произносила их каждый раз, когда я одевалась и смотрела на себя в зеркало. Или когда я считала себя сломленной и никому не нужной. Я читала Слово Божье. Замечательно, что за 30 дней Бог научил меня пяти принципам принятия исцеления. Так, подождите-ка минутку. Когда ты принимаешь вызов от Бога, то отнесись к Нему серьезно. Будь так добр. И приготовься увидеть чудо от Господа. Друзья, не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Сам Господь бросил вам вызов. Расскажите о месяце вызова. Бог побудил меня поймать его на слове. Он напомнил мне, я не человек, чтобы лгать. Мои обещания — это да и аминь. Итак, я читала обещания Бога об исцелении. Он не создал меня сломленной. Он не творил меня для болезни. Это не его цель. Когда я действительно увидела это в Слове и поверила в это, мое отношение к себе изменилось. Мне нужно было перестать ненавидеть себя. Мне нужно было думать о себе по-другому. Я увидела себя во Христе. Увидела, что Он дал мне исцеление. Иисус заплатил за эту часть завета. Я не принимала эту часть завета раньше, потому что я нарушала закон любви к себе. Я не любила себя и ничего не принимала от Бога. В эти 30 дней я заметила. Мое отношение к себе поменялось. Бог дал мне принципы, о которых мы говорим. Вначале я исповедовала те места из Писания, но ничего не менялось. Я не чувствовала прилива сил. По прошествии месяца во мне поднялась радость. Однажды я позвонила супругу. Я была дома и танцевала. Я сказала, «Джейсон, а я получила откровение о своем исцелении, ведь я была исцелена. Я исцелена сейчас». Я поняла, у меня есть вера принять это. Я знала, что я знала. Иисус заплатил цену за меня. Не переубеждайте меня. Я не буду это делать. Я уговорила мужа пойти к епископам церкви и помолиться о нас на воскресном служении. «Джейсон, они помолятся, и я исцелюсь». В сердце я знала, я буду исцелена, потому что Бог убрал препятствия. Все, чему Бог научил меня за месяц, было истиной. Наконец-то у меня сложилось представление об искуплении на Голгофе. Вдобавок мне открылось то, кем я являюсь в Боге. Большинство людей забыло, кто они в Господе. Он хочет восстановить это. Вы поймете, кто вы во Христе. Тогда вы узнаете о Его других обещаниях. Подумайте сейчас о том, чтобы принять вызов от Иисуса Христа и строить отношения с Ним. Эми, епископы общины молились о вас, а вы исцелились сразу же или после? Итак, я не исцелилась во время молитвы епископов у церковного алтаря. Однако у меня было убеждение. В то мгновение я приняла исцеление. В сверхъестественном мире все происходит быстрее. Проходит срок, и мы принимаем ответ о том, что уже произошло в раю. Итак, после молитвы у алтаря ничего не изменилось. Я испытывала боль и была похожа на беременную женщину. Но я знала, что я была исцелена 28 сентября в 8 часов вечера. Я начала хвалить Бога в ответ. Спасибо за исцеление 28 сентября. Спасибо за то, что боль ушла. Я перестала считать, что исцеление произойдет в будущем. Я уже исцелена. Я принимаю то, за что заплатил Иисус. Я принимаю то, что Он сделал. Две недели я благодарила Бога за исцеление. Теперь я не просила у Него исцелить меня. Ведь Он уже это сделал, и я в это верила. Вы верили, хотя еще не видели ответа. Так жил сам Авраам. Бог увидел праведность в его вере. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хотя мы не видим ответ, но Бог обеспечил его. Я верила в эту истину, и я радовалась. Вы начертили линию на песке. Я не обращаю внимания на факты и на слова дьявола. Бог уже исцелил меня, так? В эти дни дьявол приходит и говорит, «Это не сработало тогда и не сработает сейчас». Но я затыкала ему рот. Я связывала его. Прими мой вызов. Закрой рот дьяволу. Перебивай его. Говори Божье слово. Так я сохранила радость и мир. Я знала, Бог все совершил на кресте. Он совершил это и для вас. И так в тот вечер я легла спать. Две недели спустя я исповедовала стихи. Мне было больно, но я сказала, я исцелена. Я проснулась и села на кровать. Муж сказал, «Эми, твоя фигура изменилась». «Что ты сказал?» Я посмотрела на живот и увидела. Эта огромная опухоль исчезла. Потом я ощутила, что позвоночник стал ровным. Я увидела, что ребра встали на свое место. Я встала. Впервые за 9 лет мне удалось дотронуться до пальцев ног. Я подбежала к зеркалу и не поверила своим глазам. Мое тело стало другим. Тело стало другим. Позвоночник стал прямым. Органы исцелились и исчезла опухоль. В тот день я выздоровела полностью. Я позвонила маме. Мама заплакала и приехала ко мне. Она обняла меня. Опухоль исчезла. Собралась вся семья. Мы плакали и хвалили Бога. Это изменило не только меня. Это чудо изменило и других людей, которые увидели Божьи чудеса в моей жизни. Вы написали книгу «Неожиданное исцеление». Неожиданное название. Эми, почему вы написали эту книгу? Я пережила силу Господа, творящую чудеса. Люди сказали, «Она дочь пастора. Она поступает правильно. А почему же она не исцеляется?» А я знаю, почему. За эти 30 дней Господь Бог открыл мне пять принципов принятия исцеления. Я хотела рассказать всем людям, которые болели. Вам не нужно жить так. У вас есть ответ. Христос – это ответ. Я рассказывала всем о своем опыте. Тогда многие люди получили исцеление после этого рассказа. Когда Эми делилась свидетельством, я ощутил сильную Божью славу. Она знает истину. Она изменила Эми. Эти знания помогли ей исполнить судьбу и призвание. Эми, вы только что упоминали об откровении о пяти Божьих сверхъестественных принципах. Расскажите об этих шагах. Независимо от того, какая у вас нужда, всем вам нужно сделать первый шаг. Вам нужно вспомнить, что вы ребенок Бога Отца, который исцеляет. Я не принимала это много лет. Я не знала, кем я была, и о доступе к благам. Многие христиане живут в вестибюле огромного царства Бога. Вы открыли двери царства и вошли. Бог дал вам ключи от дверей своего дворца. Ключи от мира, исцеления и изобилия. Но у вас нет доступа к благам, потому что вы не берете ключи. Господь сказал мне, если тебе нужно исцеление, то иди в зал исцеления. Ты – чадо Господа и царя. Это моя первая проблема. Во-вторых, я снова училась жить верой в Господа. Я слушала слово и говорила слово, и я думала о слове, а не о фактах. Мы смотрим на факты, сказанные врачом, но истина говорит – я исцелен. Истина Божьего слова говорит – Эми, хватит так жить. Важно не только знать факты, но и верить в истину. Третьим шагом было использование власти. Меня мучил бес, внушая мне мысли о страхе и стыде. Я позволила лжи и болезни быть во мне. Некоторые зрители позволили этому остаться в вашей жизни. Прогони врага и заставь его молчать. Встань с верой и используй духовную власть. Бог уже дал нам ключи от царства. Я не боец. Я не из тех, кто стоит и бьет духовного врага по лицу. Но Бог сказал мне – запрети врагу сеять зло. Не плыви по течению. Говори жизнь в проблемные сферы. Молись молитвой веры. После молитвы церковных старейшин я ждала, когда я наполнюсь верой. Нам надо хвалить Бога за победу. Хвали Бога за сочные луга, где Он пасет нас. Верь в то, что ты получил ответ. Живи в славе Целителя. Это важнее всего. Тогда Господь изменит все. Хорошо. Люди готовы принять чудо, которое произойдет сейчас в студии. Вы готовы к этому? Тогда молитесь. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты прикасаешься к людям. Мы приказываем духу немощу уйти. Убери свои руки от Божьего народа. Они – храм Господа. Положите руку на часть тела, которая нуждается в исцелении. Скажите, «Иисус, я принимаю Твою чудотворную силу в Своё тело. Ты заплатил за Него на кресте. Я был исцелен, и это значит, что я исцелен сейчас. Я принимаю исцеляющую силу через кровь Иисуса Христа. Я принимаю ее». Спасибо. Сейчас Бог освободил вас. Ведь вы забыли, что вы Его дитя. Он освободил вас от стыда и боли. Будьте свободны от этого силы Иисуса. Спасибо, Отец. Вы исцелены от рака поджелудочной железы. Исчезают узлы на связках. У вас были иммунологические нарушения, но силой слова мы приказываем этим клеткам стать здоровыми. Истина говорит, вы получили свободу. Во имя Иисуса мы связываем дух страха. Во имя Иисуса мы требуем справедливости в эту ситуацию. Страх у тебя нет права. Убирайся вон во имя Иисуса Христа. Бог, спасибо тебе за свободу от панических атак, тревог и страхов. Во имя Иисуса. Вы не могли иметь детей, но слава Богу, что ваша судьба изменилась силой Святого Духа. Господь, Он меняет вашу семью и вас. Поверьте в то, что Бог даст вам ребенка. Во имя Иисуса. Спасибо. Ты меняешь судьбу. Спасибо. Вы говорили, что вы бездетны, но все изменится. Мы берем помазание исцеления. Пусть оно наполнит их жизнь. Мама, вы беспокоитесь о ребенке. Моя мама переживала обо мне из-за моих страданий. Отдавайте заботы Христу. Используйте власть против беса, который действует в вашей семье. Сейчас зло уходит во имя Иисуса Христа. Уходит зло. Спасибо. Спасибо. Отец, мы принимаем это. Мы исцелены твоими ранами. В восьмой главе Римлянам сказано, «Сила, которая воскресила Христа, сейчас воскрешает тела и меняет судьбы». Спасибо, Бог Отец. Сейчас мы говорим «свершилось». Спасибо. Аллилуйя. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Мне чуть больше 20 лет. Однажды я открыл YouTube. Мой взгляд упал на комментарий. Я умер и ушел на небо, и вот что мне сказал Иисус. Я подумал, «Это чепуха какая-то». Я хотел поднять себе настроение и всего-то. И посмотрел несколько видео. Позже я понял, что смотрю ваши видео несколько часов. Сид сказал, «Нам нужен страх Божий». Выпуски о Божьем суде напугали меня. Сейчас я понимаю. Это Бог влёк меня к себе. Я благодарен вам за эти выпуски в YouTube. Передача спасла мою жизнь. Спасибо вам. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Джошуа. Я усердно искал Бога. Он открыл мне тайны общения с Ним. И теперь, друзья, я хочу открыть вам эти тайны. Смотрите следующий выпуск «Это сверхъестественно». Общаясь с Богом, вы узнаете Его ещё больше. Ожидайте следующего выпуска. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдёте видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звёзд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звёзд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется ещё около 48 новых звёзд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, её длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то её длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдёте, если обойдёте Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.